Под особым контролем брестских спасателей социально опасная категория граждан. Брещане, которые по причине алкогольного или наркотического опьянения не контролируют действий и тем более, не думая о безопасности, допускают риск по отношению к собственной жизни. Совсем недавно житель дома по улице Кирова Анатолий Бус из-за пагубной привычки чуть не лишился квартиры. К тому же подверг опасности своих соседей. К сожалению, к моменту приезда рейдовой группы мужчины дома не оказалось. Двери спасателям открыл его сын. Отец уснул, оставил еду на плите. И все. Она загорелась или задымилась. Приехал на наряд МЧС. Выключили, проветрили квартиру и уехали. После такого случая спасатели стали наведываться к хозяину этой квартиры еще чаще. Однако, как оказалось, к советам и наставлениям МЧСовцев Анатолий Бус не прислушался. В один из рейдов огнеборцы стали свидетелями ужасающей картины. Отец и сын, пребывая в алкогольном опьянении, спали, а на плите готовилась еда. Двери квартиры были открыты. Выпили с отцом, поставили еду на плиту, сами пошли спать. Все. Но оно не загорелось, ничего. Потому что, наверное, во время кто-то прибыли. Да, прибыли вовремя сотрудники МЧС. После тех инцидентов, что произошли в этой квартире с пожаром, мы сделали выводы, что впредь оставлять без присмотра включенную газ в плиту нельзя. Слова словами. А вот послужит ли последний случай уроком для этой семьи, покажет время. Постоянной героиней наших сюжетов стала пенсионерка Нина Комарова, проживающая по улице Республиканской. Женщина вот уже несколько лет живет в доме без света и с неисправной печью. С наступлением холодов спасатели совместно с сотрудниками УВД не раз посещали Брещанку. И проводились непрофилактические беседы. Предлагали оказать свою помощь. Однако женщина наотрез отказалась от помощи, предпочитая зимовать без удобств. К сожалению, застать на месте пенсионерку не удалось. Однако по состоянию дома было понятно. Никаких мер по изменению сложившейся ситуации не было предпринято ни женщиной, ни ее уже взрослыми детьми. Поэтому еще раз прийти в гости к хозяйке домовладения спасатели намерены в самое ближайшее время. Мы видим, что основное направление деятельности – это профилактика. И профилактика именно в жилье. Цель таких рейдов – это рассказать, объяснить. Если есть нарушение правил пожарной безопасности, указать на них. Для того, чтобы владельцы устранили в кратчайшее время, а может быть даже и на месте, если есть такая возможность, устранить нарушение правил пожарной безопасности. У нас рост количества пожаров именно в жилом секторе. Это тревожит, и мы это видим. И с этой целью проводится профилактика пожаров в жилье. Инспекторы работают на протяжении уже трех недель, и в том числе и в выходные дни. К этому участию мы привлекаем не только инспекцию государства пожарного надзора, но и других заинтересованных. Это и органы внутренних дел, социальные службы, базование и ряд других служб взаимодействия. С начала года по Бресту было зарегистрировано 12 случаев возгорания, большинство из которых возникли по причине элементарного несоблюдения правил пожарной безопасности. Цифра немалая, и говорит она лишь о том, что люди, порой по причине безответственности или невнимательности, находясь под влиянием пагубных пристрастий, не задумываются о том, как плачевно это может для них обернуться. Однако их жизнь в их руках, и пока каждый человек самостоятельно не задумывается о возможных последствиях своих действий, любые профилактические меры будут бесполезны.